Украина защищает не только себя. И очень важно, не только для Украины, но и для других стран, включая Польшу и страны Запада, чтобы Путин не стал победителем. Со стороны Путина его команда — это прежде всего империализм. Его идеалом, похоже, стало восстановление империи зла, то есть бывшего Советского Союза. Отсюда и эта бесстыдная агрессия против Украины. Советская система крайне негативно сказывалась не только на политических, но и экономических свободах. Каждая социалистическая страна сильно отстала от Запада. Экономическая мощь России снижается. Это в определенной степени влияет и на возможности финансирования военного сектора. Я желаю Украине военных успехов, прекращения и сдерживания милитаристской агрессии. Приветствую всех, кто смотрит «Фридом». Я с Акеной Мурзаев, и это проект «Люди доброй воли». Гости этой программы где и как могут поддерживают Украину в ее героической борьбе против российской агрессии. И сегодня я с радостью представляю вам нашего гостя. Это выдающийся экономист, польский государственный деятель Лешик Бальцирович. Лешик Бальцирович – польский экономист и политик. Один из главных реформаторов польской экономики. Родился в 1947 году. Высшее образование получил в Центральной школе планирования и статистики в Варшаве. В 1989 году занял пост вице-премьера и министра финансов Польши. Работал приглашенным научным сотрудником университета Брауна в США. В начале 2000-х назначен председателем Польского национального банка. В 2016-м на год стал представителем президента Украины в Кабинете министров. Отмечен рядом международных престижных премий и наград. В настоящее время профессор Варшавской школы экономики. Господин Бальцирович, очень рады вас видеть. Спасибо, что нашли время. Для нас большая радость и честь говорить с вами. Я хочу начать с того, что вы счастливый экономист. Ваши реформы не остались на бумаге, не остались в теории. Они были реализованы. И насколько вам, наверное, сложно сейчас видеть мир, который меняется из-за путинской войны. Часто говорят, что война это про деньги, а война это про экономику. Это про империализм. Империализм и диктатуру. Поэтому, с моей стороны, огромное уважение Украине. Украина защищает не только себя, но и очень важные вещи, ценности европейские. И защищает другие страны. Потому что очень важно, чтобы Путин не имел успеха, если речь идет о его агрессии против Украины. Если говорить о связи войны и экономики, люди говорят, война это деньги. Всегда. А как-то с экономикой связана война, нынешняя война? Или только империализм? Мне кажется, со стороны Путина и его команды, это прежде всего империализм. Его идеал — Советский Союз. Как мы видим, это был империалистический риск. Скажите, война как-то связана с реформами? После войн происходят изменения, реформы, как бы это страшно ни звучало. Это зависит от того, какие итоги войны. Если итог войны такой, что можно воплощать в жизни реформы, скажем, как после Гитлера в Западной Германии, тогда экономика растет. В Восточной Германии, как известно, была введена система советского типа. В результате Восточная Германия развивалась значительно медленнее, чем Западная. Так что многое зависит не только от итогов войны, но и от того, что наступает после войны, после того, как война заканчивается. Можно ли сказать, что сейчас Украина проходит постсоветский путь, постсоветских стран, но только через войну, в конце концов, прощается с советским наследием, в том числе и с экономическим? Думаю, что Украина сделала это намного раньше, если речь идет прежде всего о политической системе Украины. Почти с самого начала это был политический плюрализм. Конечно, были такие периоды, скажем, при Януковиче, когда казалось, что это был регресс, но была сделана корректировка. Если речь идет об экономике, то что, как мне кажется, отличало Украину от, скажем, Польши после 89-го года, так это конкуренция. В Польше старались не только вести частный сектор, чтобы конкуренция была между фирмами. В первые годы в Украине была приватизация. И это хорошо. Но конкуренции было недостаточно. А потом была сделана корректировка. А если говорить о таком явлении, как олигархат, он в Украине был очень сильный после независимости? Это я и имел в виду, когда говорил об отсутствии достаточной конкуренции. Это очень важный аспект. В Польше, к счастью, не было олигархов, потому что с самого начала я оценил персонально и политиков. Для них было принципиально наличие не только частной экономики, но и конкуренции, соревнования между частными фирмами. Были попытки создать олигархат в Польше? Были такие бизнесмены, которые хотели быть выше других, больше других и связываться с государством? Они, к счастью, были безуспешными из-за политики открытости польской экономики Западу. Это была большая конкуренция. И важным моментом является то, что с самого начала, уже в первом правительстве, где я был в 1989-1990-х годах, создали специальный институт, главной задачей которого была защита конкуренции от монополизации. Скажите, как вы считаете, господин Бальцерович, вот после войны мы все ждем победы Украины, и действительно важно в конфигурации, как начинать восстанавливать экономику. Все с нуля? С чего начать? С чего бы вы начали? Не с нуля. Потому что экономика Украины — это неосоциализм. Есть, конечно, много государств во время войны. Но надо, по моему мнению, сделать как в медицине, поставить диагноз и назначить терапию. Диагноз должен прежде всего касаться сфер, где не хватает конкуренции. Если есть монополизация, разбить монополии. Если для выхода на рынок новых частных предприятий есть барьеры, устранить их. Диагноз. А потом — консеквентная политика. То есть в любом случае роль государства надо уменьшать после войны? Сферы, где государство вмешивается, оно может вредить экономике? Прежде всего, я имею в виду государственную собственность. Если она еще есть, тогда нужна приватизация. Во-вторых, есть слишком много разных регуляций, дерегуляций. В-третьих, если есть слишком большие дефициты, то для начала ограничить издержки бюджета, ввести фискальную дисциплину. Я описываю ситуацию после войны, потому что во время войны военные издержки растут. Но я хотел бы также сказать, что Украина защищает не только себя. И очень важно, не только для Украины, но и для других стран, включая Польшу и страны Запада, чтобы Путин не стал победителем. Я посмотрел лекцию, которую вы прочитали 13 лет назад, до Крыма, естественно. Вы были в МГИМО. Это были совсем другие времена. Совсем другие. Поэтому я и подчеркиваю для зрителей, что это было до Крыма, давно. И на меня произвело огромное впечатление ваше выступление. Вы говорили там о мировом кризисе экономическом. Но мне особенно понравилось, как вы обращаетесь к будущим российским дипломатам и остерегаете их от диктатуры и от популизма. Вы их попросили, я запомнил эту фразу, вы попросили их «не верьте в Деда Мороза», сказал пан Бальцерович российским будущим дипломатам. Почему они в итоге поверили в Деда Мороза, еще и в такого кровавого, каким оказался Путин в итоге? Мне кажется, что Путин вводил диктатуру постепенно. Не сразу, а постепенно. И, быть может, со стороны российского общества не хватило активизации. Протесты были, конечно, но этот постепенный процесс, он, возможно, такой, что люди были не в состоянии достаточно ярко увидеть опасность этой диктатуры. Хорошо, господин Бальцерович, как изменилась экономика в странах, которые раньше находились под влиянием СССР? Есть ли общие закономерности? Да, во-первых, как мы знаем, советская система очень негативно сказывалась не только на политических, но и экономических свободах. Она была основана на марксизме, который осуждал частную собственность. И Ленин ввел этот антикапитализм или социал-коммунизм в России. А после Второй мировой войны он был введен и в других странах, в том числе в Польше. Мы знаем, что всякий раз, когда частная собственность запрещается или существенно ограничивается, это приводит к очень негативным экономическим последствиям. И нет ни одного положительного примера социалистической экономики. Каждая социалистическая страна сильно отстала от Запада. Куба, Никарагуа в какой-то степени. То есть это была очень плохая модель. Именно поэтому были необходимы реформы в сторону рыночной экономики, основанной на частной собственности. И когда они были проведены в достаточной степени, они оказались очень выгодными для экономического роста и как следствие для уровня жизни людей. В Польше реформы начались в 1989 году с радикальных преобразований. В дальнейшем это продолжалось с разной скоростью. В результате этих реформ доход на душу населения в Польше сегодня в три раза выше, чем в конце социалистической эпохи. То же движение и те же результаты, пусть и не столь впечатляющие, были достигнуты и в других бывших социалистических странах. Так в чем же суть? Доминирование государственной собственности блокирует экономический рост и всегда приводит к диктатуре. В интересах этих стран не возвращаться к прежней модели, если они хотят быть независимыми от Путина. И они заслуживают поддержки со стороны западных стран. Как вы думаете, почему российская экономика превратилась из рыночной в военную? Это тоже вопрос идеологии? Порой случается, как в России, что приходит глупый правитель, вроде Путина, который начинает как псевдодемократ, а потом оказывается полноценным диктатором. Его идеал, похоже, восстановление империи зла, то есть бывшего Советского Союза. Отсюда и эта бесстыдная агрессия против Украины. Украина защищает не только себя, повторюсь, но и ценности Запада. А это демократия, свобода, порядочность. Так что важность блокирования и отпора путинской агрессии выходит за рамки Украины. Хотя Украина достаточно важная страна. А что вы думаете о милитаризации экономики России? Виноваты ли в этом реформаторы 90-х? Виноват ли Егор Гайдар в неудачных преобразованиях? Он был моим другом. Я думаю, он был очень честным человеком. Учитывая политические обстоятельства, в которых действовал Гайдар, он много сделал для России, хотя этого было недостаточно. Потому что, как вы помните, он отвечал за экономические реформы не очень долгое время. Поэтому нужно обратить внимание на тех, кто разрушил реформы, начатые в России после 1990 года. И это, прежде всего, Путин. Почему Путин смог накопить средства на войну и вести ее так долго? Почти три года, как идет полномасштабная война, а в целом 10 лет. 10 долгих лет войны. Добившись доминирующего положения в политике и государстве, то есть став диктатором, вы можете запугивать или подкупать других политиков, причем многих, а также население. Что помогало России до недавнего времени? Минеральные ресурсы, природный газ и нефть. Но значение этих ресурсов для Запада снижается, и, к счастью, это ограничивает военные возможности России. Также я хочу спросить вас об экономическом образовании в Российской Федерации. Оно исчезает, если уже не исчезло. Ученые и бизнесмены покидают страну, инвестиции уходят. Что их ждет? Снова плановая экономика? Снова госплан? Это побочные продукты агрессивной политики Путина. Экономическая мощь России снижается. Это в определенной степени влияет и на возможности финансирования военного сектора. Позвольте спросить вас об украинно-польских отношениях. Как война повлияла на польскую экономику? Как сама война, так и огромный поток мигрантов, вынужденных мигрантов из Украины. Да, у нас много иммигрантов из Украины. И мне очень приятно отметить, что отношения между нашими соседями украинцами в Польше и поляками довольно гармоничны. Они внесли свой вклад в рост польской экономики. По некоторым подсчетам, ВВП Польши увеличился на несколько процентов, благодаря массовой миграции из Украины. Но я желаю Украине военных успехов, прекращения и сдерживания милитаристской агрессии. И, конечно, я желаю украинцам, которые хотели бы вернуться на родину в мирное время, сделать это. Какие новые экономические вызовы стоят перед Европой? И чего ожидать в будущем, учитывая, что мир сейчас меняется очень стремительно? Экономическая ситуация в европейских странах не одинакова. В той или иной степени она отличается. Позвольте мне начать с Польши. Мы должны закончить экономические реформы, включая приватизацию, потому что доля государственного сектора все еще немного больше, чем в других западных странах. Во-вторых, мы должны что-то сделать с дефицитом бюджета, который чрезмерен, и мы платим гораздо более высокие процентные ставки по государственным долгам, чем другие западные страны. И последний вопрос, господин Бальцирович, касается Азии, будущего азиатской экономики. Как меняется баланс сил в этом регионе и станет ли нынешнее столетие веком азиатских экономик? Есть множество вопросов, касающихся крупнейших стран. Начнем с Китая. Как мы знаем, Китай растет очень быстро, после того, как открыл экономику и отказался от марксизма. Но Китай сталкивается с растущими финансовыми проблемами, особенно с дефицитом местных государственных бюджетов. И Китаю нужны реформы, если он хочет продолжать наверстывать упущенное. Есть также Индия, которая является демократической, в отличие от Китая. Экономический рост в Индии в последние годы был более быстрым, чем в Китае. Но у Индии также есть некоторые бюджетные проблемы, и ряд крупных предприятий, которые необходимо приватизировать. Таким образом, речь идет о двух азиатских гигантах. Но мы видим, что в Азии, как и в Европе, всякий раз, когда социализм преобладал, он терпел крах. И что же осталось? Северная Корея, которая представляет собой катастрофу, экономическую и человеческую. Большое спасибо вам, господин Бальцирович, за это интервью. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо. Спасибо. Это был Лешик Бальцирович. Оставьте под этим интервью ваши комментарии, с интересом их изучим. Поделитесь ссылкой на это интервью в своих социальных сетях и подпишитесь на соцсети наши, соцсети Freedom. На этом я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Берегите друг друга и берегите Украину. Редактор субтитров А.Семкин